В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во взрослой видновской поликлинике прошла лекция школы ревматизма. Поражают не только, например, суставные органы, внутренние органы, легкие, сердце, почки. Начинаем рассказывать о лауреатах премии Ленинского городского округа 2022 года. Она прекрасная женщина, мать, подруга и профессионал с большой буквы. В Древней Горке на трассе Казачий Дозор завершился чемпионат России по питбайку. Много борьбы, прям вот интересно, до последней секунды боремся. По исследованиям, лишь от 3 до 5% пациентов полностью выполняют назначение врача. Кроме того, даже те, кто болеет хроническими заболеваниями много лет, мало что знают о своих недугах и правильном лечении. Чтобы исправить такое положение вещей, во взрослой видновской поликлинике начали работать своеобразные лекбезы для пациентов. В преддверии открытия одного из них, в учреждении побывала наша съемочная группа. Максим Козлов посетил первую лекцию школы ревматизма. В отличие от обычной школы, тут все сидят за одним столом, и учеников на уроках не больше 10-15 человек. Здесь людей учат, как жить с той или иной болезнью, знать больше о своем организме и его правильном лечении. Мы уже запустили успешно школу по диабету, почти запустили кардиошколу, и плюс планируем запустить ревмошколу, о чем мы сегодня более подробно поговорим, и плюс пульмогастрошколу. По статистике, после 50 лет каждый второй пациент в той или иной степени подвержен ревматическим заболеваниям. Таким образом, открытие школы ревматизма, на котором мы присутствуем, лишь очередной, но важный шаг в просвещении пациентов. Даются базовые, скажем, медицинские знания, вот, плюс алгоритм, да, то есть я всегда повторяю, процентом на 80 успеха зависит от самого пациента. Сколько именно нужно посещать уроков решается индивидуально, так как и болезни, и их течения у пациентов разные. Например, это ЛФК. Есть такое заболевание, болезнь Бехтерева. Основная нефармакологическая терапия – это ЛФК. С пациентами будем разбираться, как правильно делать физическую культуру, когда, при каких условиях. Совет посетить школу ревматизма пациенты получат на приеме у врача. А ходить или нет, естественно, личный выбор каждого. Но лучше таким советом не пренебрегать. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно это вам. Сентябрь в столичном регионе стартовал с холодной и дождливой погоды. Резкая смена климата поспособствовала более раннему распространению острых респираторных и вирусных заболеваний. О начале эпидемиологического сезона поговорим с врачом-инфекционистом Татьяной Корякиной. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Так ли это, что вот с приходом осени у вас увеличивается количество пациентов? Да, но с уступлением холодов количество пациентов, конечно, увеличивается. И осенне-зимний период, он всегда способствует увеличению заболевания острым респираторным вирусным инфекциям. Также в преддверии наступления зимнего периода это увеличение заболеваемости гриппом. Сейчас много вызовов на дом или вот приходят к вам пациенты? Ну, конечно, увеличилось количество вызовов врачей-педиатров на дом, ну а также и посещение пациентов увеличилось и в поликлинике. Это категория, то есть, школьники, наверное, да? Это дошкольный возраст и школьники. А какие меры профилактики, то есть, есть ли они? Неспецифическим мерам профилактики это ведение здорового образа жизни. То есть, достаточный сон не менее 8 часов, прогулки на свежем воздухе, правильное питание. То есть, у нас в рацион должны входить овощи, фрукты, продукты, богатые витаминами, микроэлементами. Также прогулки на свежем воздухе и, конечно же, соблюдение правил личной гигиены. Частое мытье рук. И, конечно же, если невозможно это осуществить, то обработка дезинфицирующими средствами. Конечно же, мы должны избегать посещения, массовые посещения, скопления людей. Вакцинация как-то помогает или только вакцинация от гриппа? Ну, вакцинация, конечно же, в первую очередь направлена на предупреждение развития гриппа. Но помимо того, что защищает нас она от гриппа, вакцинация, также она защищает нас и от вирусных заболеваний. В состав некоторых вакцин всходит такое вещество, как полиоксидоний. Он является иммуномодулятором и, соответственно, защитит нас не только данные вакцины от гриппа, но также от ОРВИ. Татьяна Владимировна, а можете назвать вакцины, какие есть в нашей поликлинике? Ну, вообще, существуют разные вакцины. Основными в прошлый сезон мы проявили грипполом, сови гриппом. В данный момент в поликлинике имеется в наличии вакцины. Это ультрекс квадри, это четырехвалентная вакцина, тогда как сови, грипп и гриппол, это трехвалентная вакцина, которая нас защищает от двух штаммов вируса гриппа А, это H1N1, так называемый в простонародье свиной грипп, и H3N2, это сезонный грипп. И плюс штамм вируса гриппа В. Ультрекс квадри, она защищает нас от четырех штаммов, гриппа А, это H1N1 и H3N2, и плюс два штамма вируса гриппа В. Татьяна Владимировна, спасибо, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-инфекционист Татьяна Корякина, и мы говорили о начале эпидемиологического сезона. В День города традиционно проходит торжественное награждение жителей, которые своим каждодневным трудом внесли большой вклад в развитие муниципалитета. Среди них главная акушерка Видновского перинатального центра Ольга Чичкалюк, получившая почетное звание лауреат премии Ленинского городского округа. Мы отправились на место ее работы. Ольга Чичкалюк приехала в город Видное в 1979 году. После окончания Раменского медицинского училища попала по распределению в родильный блок Видновской больницы. Должна была отработать три года, а получилось намного больше. И вот уже более 40 лет Ольга трудится в этом учреждении. Сначала это было маленькое отделение, потом родильный дом с основанием 1987 года, которое переросло в перинатальный центр, и теперь я здесь работаю до сих пор. Своей семьи она первый медик. Мама учительница и папа военный были против выбора дочери. Но Ольга настояла на своем и ни разу не пожалела. Уверена, шла к своей цели. Ведь медицина – ее призвание. Работа в команде и с командой – это, конечно, равновешенность, коммуникабельность, честность. Конечно, как всегда, доброта побеждает во всем. С 2002 года Ольга Чичкалюк занимает руководящую должность. В обязанности главной акушерки Видновского перинатального центра входит организационная работа, санитарно-эпидемиологический режим, обеспечение лекарствами и аппаратурой. Здесь современные оборудования. У нас патенты. Конечно, это сложные операции, которые в этом центре проходят. Мы занимаем первые места, первое, второе, третье место в перекличке перинатальных центров, что это достойно. Коллектив слаженный. Мы работаем одной командой. Все сотрудники квалифицированные. Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова вспоминает, когда 20 лет назад ей предложили возглавить учреждение, Ольга во всем ее поддерживала и помогала. У нее прекрасные человеческие качества, не только профессиональные, но и человеческие, и дружеские. Она прекрасная женщина, мать, подруга и профессионал с большой буквы. На праздновании Дня города Виднов за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения муниципалитета Ольга Чичкалюк получила почетное звание лауреат премии Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Жители Виднова уже привыкли к тому, что у кинотеатра «Искра» располагается ярмарка. Мимо почти никто не проходит. Ведь здесь всегда можно приобрести что-то необходимое. Овощи, фрукты, сладости и мясные деликатесы, одежду и обувь. Дмитрий Книга познакомился с ассортиментом. Около кинотеатра «Искра» продолжает свою работу ярмарка, на которой можно купить как продукты питания, так товары для дома и, конечно, обновить гардероб. Мы представляем российских производителей, приглашаем на ярмарку покупателей. У нас в ассортименте идет в основном женский товар. Брючки, блузки, пиджаки, жакеты, водолазки – огромный выбор. Производство Южная Корея и Китай – все фабричное. Ткани идут натуральные. Также женщины могут выбрать себе новую шапку к осенне-зимнему сезону. Продаю головные уборы российских производителей – Санкт-Петербург, Москва и Карачаево-Черкесия. Товар у нас востребован. Каждый может приобрести себе подходящие по росту, по комплекте, по желанию. Любые модели. Если даже что-то не хватает, мы можем привезти в течение недели. Например, вы приходите и говорите мне, какой модель, какой размер, расцветка какая. И мы в течение недели привозим любую модель. Так что приходите к нам, ждем вас, любим вас. Чтобы дополнить свой образ, можно приобрести шарфы-трансформеры – ручной работы. Кстати, такое изделие может служить отличным подарком. Я беру его вот так вот, завладываю, беру вот здесь, завязываю мою зелочек. Вот такая темка. И вот она вот таким образом. А вот тут снимаем, двигаем. Тут очень много. При желании к новой одежде покупательницы подберут на ярмарке модный аксессуар в качестве украшения – бусы, перстни, броши, браслеты. Уже 20 лет этим занимаемся. Очень хорошие. Хорошие натуральные камушками. Кто хочет, пусть придет, покупает. Все продукты питания выставлены на продажу свежие, высокого качества. Цены могут приятно удивить видновчан. В основном представлена домашняя продукция. Мы приехали из Тамбова. Сейчас у нас почти все наши домашние. Овощи все наши, морковка, катушка, все наши огурчики, перец, все, все наши, зелень, все наши домашние. Чтобы приготовить или подать к столу купленные овощи и фрукты, могут понадобиться специальные приспособления. На ярмарке можно приобрести ножи производства города Кисловодск. Супер соломка. Она даже не успевает рассыпаться. Прям шикарно. После будет рассыпаться. Далее, что делать. Можно вот таким образом лук режется. Две штуки. Видите? Две штуки. К чаю здесь всегда большой выбор сладостей от Азовской кондитерской фабрики. Халва, пастила, мармелад, очень вкусный зефир, меренговые рулеты. То есть продукция тут широкий ассортимент. Также в качестве альтернативы сладостям можно купить мед разных сортов. Каждый из них обладает целебными свойствами. Вкусы разного меда бывают. С горчинкой, с кислинкой. Тут уже выбирать покупателя. Обращаем внимание, что ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В деревне Горки на трассе «Казачий дозор» завершился чемпионат России по питбайку. Десятки участников разных возрастов, от мала до велика, объединенные любовью к техническим видам спорта, демонстрировали умение владеть мотоциклом. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлий Пагасьян. Эта трасса в деревне Горки – одна из лучших в стране. За долгие годы существования приняла не одну сотню соревнований по мотокроссу. Здесь проходят турниры разных уровней. Здесь очень много гонщиков приезжает не только из Московской области, но еще и из других регионов нашей необъятной родины. И я думаю, что с учетом того, что здесь проводится мотокросс, рядышком проводятся гонки на выживание, соответственно, здесь каждый может найти занятие по душе. Вместе с тем еще недалеко находится казачья ферма конная, где также можно просто покататься на лошадях. Так что приезжайте в гости, ждем всех. В этот раз гости приехали, чтобы принять участие в заключительном этапе чемпионата России по питбайку. Опытные и начинающие мотокроссмены, звезды и те, кому впервые предстоит встать на пьедестал, за борьбой на трассе внимательно следили болельщики, среди которых и ветераны технических видов спорта. Недалеко от меня, от дома, где я жил, и со школы ходил, была трасса мотокросса. И когда мимо ходил, вот то же самое, что сейчас происходит. И как бы очень хотелось, но я не верю, что когда-то я смогу вот это сделать. Волею судеб записался в секцию мотокросса. И еще повезло, что попал Владимир Николаевич Золотарев. Вот в 16 я уже стал кандидат в спорту, в мастера спорта. Если раньше в мотокросс брали только с подросткового возраста, то теперь он доступен детям от трех лет. Спорт шагнул еще дальше. В последние годы им интересуются даже девочки. Вообще, Ленинский округ славится любовью к техническим видам спорта. Чего стоит одна лишь легендарная мотобольная команда «Металлург». Кстати, многие ее игроки в разные годы занимались мотокроссом. И сейчас среди спортсменов есть те, кто умудряется совмещать два направления. Мотокроссом я занимаюсь 9 лет. Удается совмещать. Но немножко тяжело, но все равно. Уделяю времени и там, и тут. А что тебя больше привлекает? Именно для души, для драйва. В чем ты больше кайф получаешь? Больше в мотокроссе. Потому что много борьбы. Прямо вот интересно. До последней секунды боремся. Закрытие мотосезона ожидается в декабре. Как говорят опытные спортсмены, гонки на заснеженной трассе – особое удовольствие. Юлия Погасян, Александра Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok